всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня буду снимать такой домашний влог очень пасмурно на улице утром был туман сейчас идет дождь конечно же снег растаял и говорят что сильные зимы то у нас в этом году и не будет ну не знаю может и хорошо прежде я хотела вам показать свой просто обалденнейший заказ сайта t-decor это интернет-магазин ивановского трикотажа вообще там очень большой ассортимент там куча всего есть и обувь и есть раздел спецодежды одежда для рыбалки и тому подобное но как вы думаете могла я пройти мимо этого раздела и не побаловать своих мальчиков точнее не приодеть их соответствующий их увлечением конечно же нет вообще сейчас покажу и кое-что еще заказала своему племешу очень классный вещь просто супер самом деле меня очень удивило качество этих товаров я думала что будет но так на самом деле просто супер сейчас вам все покажу и так начнем с костюма моему мужу ну как как бы как вот ну девочки вот как я могла пройти мимо конечно же не могла заказала ему вот такой костюм это костюм по моему рыбака или лесника я уже не помню не важно не важно сам факт костюма я думаю девочки меня поймут значит это куртка и штаны это вообще считается летний вариант значит штаны снизу видите затягиваются здесь штанишки на резинки идут они размер в размеру ведь такая резинка и кстати штаны такие широкие так как это такой материал влагозащитный то он но соответственно он не тянется поэтому сделаны такие достаточно широкие вот эти штанишки это очень классно я думаю что мужу моему очень сильно понравится и здесь вот такая куртка во первых карманы но это как бы вообще это не обсуждается они все на липучках вот такие накладные кармашки плюс еще смотрите молния и поверх молнии еще вот такой ну как это считается влага-ветрозащитный клапан до рукава сделаны на резиночке мишон вот здесь вот тоже можно затянуть вот такими и получается горловина вот такая стойкой очень меня поразило качество это не какая-то там клеенка вот это очень материал очень похож знаете вот спортивных магазинах различные куртки спортивные продают вот это примерно та же история это идет как бы ветровка то есть этот костюм как бы защита от влаги получается да то есть кататься на лодке и все в этом духе самое она прям супер у меня муж сегодня на работе поэтому я померю на племеши покажу как смотрится они одного роста у меня при нашу просто немножко поменьше размером вот так что вот такой вот крутой просто костюм здесь еще видите такие как это погоны ну чтоб сюда шапку если что засунуть и весь вот этот вот костюм который я вам сейчас показала помещается вот в такую сумочку но как бы не сумочку да вот такой чехол супер вы его свернули сложили сюда бросили в рюкзак и все к походу готовы класс девочки вообще мне очень понравилось я себе такое хочу тоже как я любитель тоже шалствует по лесу и так далее то мне тоже на такой костюм вот все очень качественно сделано никакие ниточки ничего нигде не перекошено на просто супер и это тоже из такой непромыкаемой ткани сделано даже с такой штучкой здесь есть супер девочки и конечно же старшему и младшему я взяла тоже по вот такому крутому костюму тоже штаны и курточка только тоже другой материал из хлопка также вообще этот сайт как бы очень классный там столько всего интересного я вам очень сильно советую и на этом сайте есть у них такая фишка что каждую пятницу у них обновляется раздел распродаж и каким образом это происходит каждый может проголосовать за понравившийся товар если этот товар набирает 9 голосов то он попадает в распродажу я вам оставлю внизу ссылочку там вы если по ней перейдете справа сверху на сайте вы увидите видео где подробно рассказано об этой системе ну как можно сделать так чтобы товар попал в раздел распродаж это супер на самом деле я впервые с таким вообще сталкиваюсь впервые такое вижу круто так вот перейдем костюм значит костюма у меня у детей вот таких хлопковым вот видите здесь даже идет запасные вот такие заклепочки кусочек ткани значит здесь молния молния до кармашки накладные сзади идет не сзади а по бокам эти вот как бы резиночки сделано удлиненная курточка тоже молния заклепочки штаны крутые просто крутецкие они тоже идут вот так на резинке здесь вот если нужен поясок тоже достаточно свободные и снизу они под затягиваются вот здесь вот такой вот штучкой то есть если они длинноваты да ну так как это все-таки такой костюм ну мои наверное так будут бегать то можно под затянуть и как бы будет на вырост вообще я купила им на вырост небольшого то что старшему что младшему но ничего страшного и точно точно такой же у меня у старшего моего сыночка здесь еще липучки вот такие есть что можно подтянуть супер плотный такой прям плотный плотный вот прям реально как вот военная форма наверное хотя военную форму не видела ну ладно вот и дети вообще в дичайшем восторге от таких костюмов но это понятное дело я уже говорила что не любимая тематика но и муж тоже и вот это вот я заказала примешу от качества вот этих штанов я не знаю как правильно их назвать я просто обалдела я очень хочу заказать такие же мужу и на самом деле я бы себе такие взяла знаете почему во первых внутри идет вот такой как по начес и вот эта ткань там было написано трех нитка или что-то в этом духе но она реально не как вот обычные спортивные штаны просто такая прям плотная плотно как брючная такая ткань супер просто девочки они настолько прям теплый и при этом посмотрите достаточно мягкие извиняюсь у меня что все в котейке как всегда он пока я тут собиралась это заснять он тут уже полежал это моему племешу я сказала ему 50 размер у него в принципе так и есть 50 размер уже подрос мальчик вот называется кстати натали вот супер просто штаны на зиму девочки очень сильно советую верно еще мужу сделаю заказ и закажу своему мужу вот такие же штаники мизана посмотреть может быть и детские такие есть своим тоже мальчишкам закажу просто супер обалденно сейчас в нем мальчиши мои все померят и я вам все покажу но вот эти штаны я честно очень сильно советую посмотрите здесь такой теплый начес то есть мужик купили и все мороз минус 40 за хлебушком можно спокойно его отправлять ну и не только за хлебушком еще девочки самое приятное что мне за заказ положили два подарочка один из них это вот такой вот новогодняя полотенчика кухонная вафельная такое очень посмотрите строчка ровненькая да очень такой классно как раз вот к новому году все я уже хочу к новому году что-нибудь интересненькое прикупить и вот такие вот носовые женские платочки это тоже в подарок за заказ вот их здесь сколько раз два три вот такие вот замечательные платочки очень симпатичные желтенькие вот это вообще очень приятно я люблю подарки за заказ получать честно так вот моя модель вот штаны да он рост метр семьдесят семь ему кстати 78 и штаны ему отлично по длине сельте нравится что до кармана не очень понравились и ткань и они действительно выглядят не как просто спортивные такие штаники от крана такие модные модные да ему очень понравилось вот костюм который я мужу взяла просила примешать одеть вот он конечно немножко великоват но можем он будет отлично тоже видите росте ну считайте метр семьдесят восемь и они отлично ты смешной вот так вот так что такой крутой костюм вот мои лесные грибочки великоватым конечно костюмчики но ничего страшного как раз как раз на вырост скажем так то вернулись спинами вот так маленького то совсем велико но ничего подрастут к следующему лету ну и чтобы не на один сезон да вот еще маленьком очень подрался вот этот мешочек то сказал бы от его так что вот такой вот у меня был заказ мои мальчики вообще в дичайшем просто восторге я конечно же я очень на самом деле люблю их радовать я люблю своим мальчишкам покупать какие-то одежды хотя муж меня иногда ругается говорит что ты можешь моточников тут растешь и племеша туда же и мальчишек туда же в общем да бывает вот еще кстати на этом сайте если вы там зарегистрировались то есть для авторизированных клиентов есть такая как бы фишечка такая что ли которая тоже мне кажется очень классно вы можете задать вопрос не только как бы оператору сайта да но еще другим клиентам которые покупали этот именной товар то есть вы можете задать вопрос не просто там ну грубо говоря как кодом размера и так далее а еще людям которые это купили и из первых скажем так уст получить информацию это на самом деле очень здорово потому что но отлично для меня всегда вопрос там садится не садится там материал и так далее или там мало мерят большим мерят и вот воспользоваться такой услугой мне кажется очень классно все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе ну а сейчас я еще хочу ответить на вопрос одной подписчицы кстати не она мне задавала этот вопрос по поводу зуба что у меня какое у меня продолжение которое я сломала только будет стоить коронка очень была я у врача и коронка будет стоить примерно от 16 до 25 тысяч почему так не точно потому что сейчас мне коронку ставить не будут у меня есть определенные проблемы скажем так которые необходимо решить в том числе знаете я вот все время планировала 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 но дальше планов у меня на самом деле никогда не уходила потому что однажды я уже себе исправляла прикус это называется прикус там выравнивала скажем так зубы и у меня все обратно у меня даже стало еще хуже чем было с каждым годом у меня становится эта история все хуже и хуже вначале знаете там рождение детей потом настройка дома потом одно второе я постоянно на самом деле это не оправдание для меня я как бы с этим согласна но я всегда откладывала откладывал этот момент еще просто потому что мне нужно удалять зубы мудрости которые не вылезли у меня то есть они меня никак не беспокоит он не находится внутри десны но они сдвигают все остальные зубы у меня и мне нужно все это дело разрезать их оттуда вытаскивать сказать что я боюсь ничего не сказать вот тем более я из тех людей которые ну у меня скажем так как это называется лекарственная аллергия по моему дам то есть я очень плохо реагирую на наркоз у меня есть на некоторые препараты аллергиям и я всегда очень плохо реагирую на наркоз точнее мне хорошо но моим состоянием всегда пугаются врачи хотя их об этом предупреждаю они все время потом надо было говорить там и так далее знаете ну и как бы вот это все суматоха то есть когда ну грубо говоря у меня начинает действовать наркоз мне обычно всегда становится плохо и ну как плохо мне хорошо вот только у меня белеют губы обычно у меня падает давление и но если обычный наркоз вот как всем на делать и не очень сильно обычно этого пугаются я не знаю почему не белеют губы я и на самом деле себя в этот момент никогда не видела но мне обычно врачи об этом говорят вот и конечно когда такая история ну как бы как можно реже хочется появляться врачей но в общем затянула я такой ситуации что уже пора все это делать и уже нет времени все это дело откладывать поэтому я сейчас коронку устанавливать не буду потому что ее нет смысла устанавливать так как на коронку в общем-то свои есть у меня трудности свои какие-то моменты поэтому сейчас я буду заниматься скажем так подготовкой к установке брекет системы потому что моем случае так как необходимо разрезать там десна и так далее вот то моем случае меня как на нижней так и на верхней челюсти получается вот поэтому в моем случае как бы все это у меня долго затянется долго и нервно и все в этом духе но я на самом деле уже настроилась я уже у меня штуку боевой настрой я сказала все нафиг надоело все это мне дело и до узнавать по поводу всех этих удалений всего остального вот и только после всего этого можно заниматься коронка сейчас они мне его просто запломбирует вот через неделю как раз приду и просто поставят пломбу такую временную просто закроет чтобы туда не попадала мне никакая грязь ничего такого и еще мне кстати врач сказал что если у вас при но вот сломался зуб до ночь при переломе зуба треснула треснули каналы вот эти корни до зубов канала как они называются это удаление стопроцентно это зуба у меня каналы в хорошем состоянии они уже меня были пролечены поэтому у меня будет коронка то есть не будет удаление и не будет имплантом это не может не радовать вот так что на самом деле позитивно все у меня я как бы не знаю как то вот может быть врач еще мне кажется очень сильно влияет на то как вы относитесь к той или иной ситуации потому что сейчас вот я была на приеме девушки он такого хорошенькая такая позитивная такая мне все рассказала все объяснила сказала но я рассказала про ситуацию с наркозом она мне все объяснила все рассказала она сказала что все хорошо что для таких как я который плохо реагирует они будут подготовлены к этому и так далее вообще мне обычно когда я лечу зубы мне ставят наркоз который ставят для беременных вот для беременных и аллергиков есть какой-то определенный наркоз вот мне его как раз таки ставят но он такой на мой взгляд достаточно слабенький потому что если зуб лечить долго то его мне подкалывают то есть не такого что не заморозили и как бы все что она мне все объяснила рассказала я как-то узнать и вот есть такие врачи знать я таких врачей на обычным называю врач от бога потому что ну вот она просто она все объяснился рассказала все показала знаете успокоилась колодача типа забейте все будет отлично вот и да вот так что я Я на позитиве, она меня настроила на позитив, так что на позитиве буду этим заниматься. История, кстати, она мне сказала, что со сломанным зубом тянуть нельзя, потому что там его очень плохо, то есть это получается открытый зуб, его очень плохо вычистить обычно, и там чаще всего возникает кариес, и можно довести до удаления зуба, поэтому уж лучше ставить коронку. Ну или хотя бы временную какую-нибудь пломбу поставить, чтобы зуб был закрыт. Еще у нас заболел мой сыночек, у него поднялась температура, мы как раз ездили с мужем в магазин «Лента», вот, ни с того ни с сего у него поднялась температура, я не сняла покупки из магазина «Лента», потому что приехала, смотрю, какое-то состояние, ребенка не такое, смирила температура 38,5, но, естественно, я плюнула уже на все. Вообще, когда дети болеют, для меня это самое такое, знаете, всегда, всегда очень нервно для меня лично, вот, так что, так что вот так вот. На самом деле, там ничего особо интересного не купила, но купила там в разделе «Где хлеб». Появилась у них новинка, они стали продавать лапшу домашнего производства. Там вот эта лапша «Лагман» и обычная домашняя яичная была. Вот я ее взяла, сегодня сварила суп, суп просто обалденный, девочки, очень вкусно получилось. Лапша, конечно, не дешевая, но просто супер. Вот такую вот лапшу я купила, она в такой упаковочке, то есть я так понимаю, что это они сами там делают. Лапша яичная, домашняя, состав очень даже хороший. Стоит единственное, что за килограмм 259 рублей по карте, то есть на 33 рубля у меня получилась вот такая вот небольшая, на мой взгляд, коробочка. Но лапша внутри сухая, полностью вот такая вот. Я когда варила ее суп, я ее поломала, потому что мои сказали, что они, ну, неудобно им типа будет есть. На самом деле суп получился безумно вкусный, ароматный. Знаете, вот я не знаю, но намного вкуснее, чем с обычной какой-то лапшой или вермишелью, когда вы варите. Я сварила на курьеном бульоне, единственное, что положила ее мало, почему-то побоялась, что она разбухнет и станет не очень. Еще я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку под последним моим видео об этой ситуации, когда я рассказала. Мне действительно очень приятно, и я соглашусь с вами, что такой человек недостоин того, чтобы я еще там что-то переживала или что-то думала на тему. В общем, я его везде заблокировала, в электронной почте тоже. Я не знаю, пишет он мне что-нибудь или нет, мне все равно, до меня теперь ничего не доходит. Так что вот так вот. Вот, так что спасибо вам огромное, и спасибо за вашу огромную такую поддержку. Мне действительно это очень-очень-очень приятно. Еще меня как-то одна девушка спрашивала, как я стираю вещи из шерсти и кашемира. Вот у меня пальто мое, вот это вот, которое я ношу осенью-весной, я его очень сильно люблю. Оно мне слегка великовато, это 44 размер, но мне очень нравится. Оно сидит как бы так оверсайз, я бы так сказала. Я его не отдаю химчистку, оно вот такое светлое, вот камера его передает такое сероватое, ну такое слегка сероватое, не знаю, как этот цвет назвать. Я его стираю в стиральной машинке на режиме шерсть. Потом вешаю на дверь, на вешалку, и оно у меня высыхает. Главное, чтобы не у батареи. И стираю я в этот раз в ленте, купила вот такое средство. Видите, написано Кашемир шерсть шелк. Вот такое разработано в Италии, стараюсь такое взять, ну как бы получше средство, видите, с кератином какое-то оно здесь. Вот, до этого у меня было какое-то другое, но в принципе, какое я вижу, такое я покупаю. Фаберлик, наверное, тоже возьму какое-нибудь средство. Вот, а так, вот таким средством на режиме шерсть и потом вешаю на плечики, оно высыхает. И после я его обязательно, как сказать, отпариваю утюгом, чтобы оно было, ну вот видите, оно же помялось. Вот, химическую не отдаю, потому что, ну, пальто светлое, отдавать нужно часто, и мне чисто жалко денег просто. Поэтому отпариваю его утюгом, и оно отлично не садится, ничего с ним не происходит, оно такое же, вот как я его купила. Соответственно, вещи и шерсти я тоже самое стираю на режиме шерсти, у меня есть на стиральной машинке, вот с таким же средством. Естественно, добавляю еще кондиционер. В этот раз я добавила вот этот кондиционер, он мне очень сильно нравится. От Фаберлик 11266 действительно не дает образовываться катышкам. То есть, видите, здесь защита цвета и волокон. То есть, придает мягкость, возвращает яркость, защищает волокна от повреждений и одежду от растягивания. То есть, вот такими средствами, и когда я стираю, например, шерстяной какой-то свитер или что-то наподобие того, то я его не вешаю, а раскладываю на сушилке, просто вот так горизонтально раскладываю, он высыхает у меня. Вот, так что, так что вот такая вот я вредина в химчистку. На самом деле, очень много историй я знаю, когда в химчистках портили вещи, я только вот какие-то такие верхние, ну, из серии, может, меховые какие-то изделия, такие я отдаю в химчистку. А пальто, ну, не вижу смысла. Это пальто у меня, кстати, уже три года, и стирала я его много-много раз. У меня очень в хорошем состоянии, тут, правда, в волосах моих. То есть, и когда постираете, вот оно сейчас у меня влажное, да, есть вот такое вот, ну, то есть, вот эта ткань немножко как бы так не скатывается, да, а становится вот такой вот, ну, вот такой вот, да. Да, и чтобы вот этого не было, чтобы было гладенько такое, я потом отпаривателем, и все просто отлично. Он же маленький, а надо большой для папы. Вот видите, уже забрал мешочек себе, да? Сладенький мой болеет сегодня, да? Нет. Мама, смотри. Мама, смотри. Тут пусто, я всегда деньги буду класть. Ну, правильно, кошелек у тебя такой будет, да? Я всегда буду деньги класть. И папа не сможет носить, потому что это маленькая. Вот это дырка. Ты болеешь? Да. Вот так. Но зато хорошо, да? Все пойдут в школу на работу, а ты с мамочкой останешься. Да, потому что я болею. Да, вот так. Лекарства только мы не пьем, да? Да. Почему ты не пьешь лекарства? Ну, пьешь. Они невкусные? Вкусные. Вкусные. Вот эти проблемы с лекарствами, он тяжело очень дается, его тошнит всегда. И чтобы дать ему лекарство, надо 30 минут уговорить его, да? Да, Ладуня? Да. Вот. Так что вот так вот. Ну, в общем, будем сидеть дома, лечиться, тем более погода плохая, да? Будешь лечиться? Да. Ну, да. Ну, вот. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте, что все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Так что переходите, смотрите. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok